После зимнего перерыва своей двери для посетителей снова открывает дворцовый сад Тверского императорского дворца. Для первых посетителей прошли экскурсии в дворцовый сад и его растительное многообразие, а также мастер-класс по черенкованию. На открытии побывала и наша съемочная группа. Весь апрель дворцовый сад готовили к открытию. В это время проходили профилактические мероприятия. И вот перед началом майских праздников сад снова готов принимать посетителей. Здесь уже начали цвести нарциссы, а совсем скоро зацветут тюльпаны. Открываемся мы в очень ответственное время. Это Пушкинский год. Здесь именно в саду к юбилею поэта очень интересную акцию планируем. Это посадка достаточно редко упоминаемой старинной парковой культуры, малины душистой, которая очень нравилась Пушкину. И мы здесь три таких группы собираемся посадить. Несмотря на пасмурную и достаточно ветреную погоду, желающих прогуляться по саду в этот день было достаточно. И это неудивительно, ведь дворцовый сад – уникальное место для нашего города. Мне кажется, в него надо просто ходить гулять. У нас в городе больше нет садов исторических. И поэтому это уникальное совершенно место для нашего города. К нему нужно относиться с интересом. Он всегда преподносит какие-то новости. Сад меняется каждую неделю. Еще несколько дней назад он не был таким зеленым, как сейчас. Обычно это происходит в мае, рассказывают сотрудники Тверского императорского дворца. Но в этом году погода вносит свои коррективы. Из обновленных участков сада в этом году мы наконец-то окончательно с окончанием реставрационной нашей стройки флигеля мы открываем уголок декоративный огород, где будут специализированы экскурсии. Одно из главных цветений дворцового сада еще впереди. В середине мая здесь распустится сирень. Дворцовый сад открыт с 11 до 18 часов. В среду, четверг и воскресенье с 11 до 20 часов в пятницу и субботу. Выходные, понедельник, вторник.